При слове эскимос воображение рисует чум среди снежных просторов, иглу, возможно, и человечков, с ног до головы закутанных в оленьи шкуры. У людёв некоторых, да что ж там у большинства, этот термин ассоциируется с мороженым на палочке. Немногие знают, что эскимосы представляют собой очень древний народ, живший в северных краях ещё чуть ли не во времена строительства пирамид, а то и до. Люди Арктики имеют самобытную культуру и традиции, передающиеся из поколения в поколение. Некоторые обычаи этих северных людёв настолько отличаются от наших, что могут вызвать шок чуть-чуть. Эскимосы представляют собой коренную народность, проживающую на крайнем севере, это вроде как все знают. Они занимают территорию Гренландии, которую зовут Калаолит Нунаат. Их поселение есть в штате Нунавуд в Канаде на самом севере, на Аляске и Чукосском полуострове. Учёные относят этот народ к группе монголоидов арктического типа. Они также называются термином инуиты, что и являет собой политкорректное наименование нации. Эскимос вроде как не очень политкорректно. Вместе с другими коренными народностями Камчатки и Крестности они образуют континентальную арктическую расу. Происхождение слова эскимос восходит к индейскому, возможно атабаскскому слову эскимантик, то есть дословно человек, питающийся сырой рыбой. Это наименование, придуманное аборигенами Америки в ходу и по сей день. Группы коренных народов, проживающих на Чукотке, Дальневосточных островах, в разных районах Аляски, называют себя Юпик, что переводится как «человек настоящий». На севере очень много вообще всяких настоящих людёв. Нянцы, Наганасаны, Чукчи, ну и так далее. Разговаривают все представители нации арктической на так называемых эскимосо-алиутских языках, которые представляют собой совокупность родственных диалектов. Да, согласен, на карту, если посмотрите, названия крайне сложны для чтения не эскимосу. Сразу скажу, что хоть языки эскимосо-алиутские, эскимосы и алиуты — это не одни и те же люди. Они только родственники. На этих языках во всём мире говорят примерно 85 тысяч человек, и причём две тысячи из них — алиуты. Если говорить про отчисленность, все представители этого северного народа, живущие на разных континентах, составляют около 170 тысяч человек. Их большая часть располагается в Гренландии — около 56 тысяч из 57 тысяч населения всей Гренландии. Ещё они есть на Аляске — 48 тысяч из 737 тысяч населения. Остальные расселяются на Чукотке, островах Святого Лаврентия, Врангеля и в канадском Нунавуте. На российской территории проживают примерно 1500 эскимосов. Сейчас все эскимосские языки имеют латиницу, но слово инуиты на эскимоссском языке в виде их старого письма будет выглядеть вот так вот. Крайне необычно. Да-да, эта письменность у них такая была. А теперь передвигаемся к самому интересному — к истории. Для обозначения древних предков современных эскимосов, антропологи предложили термин «палеоэскимосы», который, как и всё палео, является условным. Учёные выделяют среди них две культуры — Сакак и Дарсет. Параллельно с ними развивалась культура «Индепенденс», подразделяемая на первую и вторую деления по временным промежуткам. Самый старый из них признан на Сакак, существовавший, опять-таки, примерно с 2500 по 800-е годы до нашей эры. В её времена существовала «Индепенденс» первая. Считается, что у современных чукчей и людей Сакак одни доисторические предки. Древняя стоянка палеоэскимосов была найдена на острове Врангеля в 70-х годах прошлого века. Там был обнаружен гарпун, который, по оценкам археологов, пролежал в земле больше 3300 лет. Более поздней является Дарсетская культура. Люди, принадлежавшие к ней, населели северные области Канады ещё в первом тысячелетии до нашей эры. Охотники этих древних племён пользовались копьями, острогами для добывания животных. На месте остатков жилищ найдены каменные лампы, которые работали на тюленьем жире. Представители Дарсет умели вырезать фигурки из тюленьих бивней, разукрашивать их узорами всякими. Рядом с Дарсет существовали племена, относящиеся к Индепенденс II. Из их смешения в 8 веке нашей эры образовались народности, называемые Туле, прародители современных эскимосов. Для того, чтобы сделать такие выводы, учёные взяли образцы ДНК останков древних людёв, живших на северных территориях. Представители Туле в 9 веке заняли канадские территории, вытеснив с них более отсталые племена. А уже в 13 веке они переселились в Гренландию. В принципе, история на этом и заканчивается. С того момента особо ничего не поменялось. Эскимосы образуют сообщества, в которые входят жители одного поселения, Аль-Зимовья. Они состоят из множества семей, в которых занимаются все определенными обязанностями. В семью могут входить не только муж с женой и их дети, но и ближайшие родственники. В одном жилище часто проживают сразу несколько семей. По большей части браки моногамны. У каждого мужчины имеется только одна жена. Однако, никто не запрещает ему взять в жены двух девушек, или вообще развестись. Но это бывает редко, так как уклад жизни народа направлен на сохранение благосостояния семьи, и тем самым общество в целом. Образ жизни эскимосов предполагает тесное сотрудничество людь-людь, что требует от каждого люди высокой сознательности. Они вместе охотятся, пользуются предметами, принадлежащими всему селению. Между жителями существуют негласные законы. Постулаты выражаются в следующих правилах. Посторонние люди не имеют права строить дом внутри поселения без согласия всех его жителей. Каждый поселитель берет в себе определенную небольшую часть добычи. При этом, в первую очередь, мясо и рыбу получают члены семьи удачливого охотника. Благодаря этому никто из жителей деревни не голодает. Каждый человек может жить и заниматься охотой вне общины, по желанию. Когда никому из охотников долго не везет на промысле, самые богатые семьи приглашают других пообедать с ним. У эскимосов не существует никаких организаций самоуправления. Все проблемы мигом обнаруживаются внутри общества и сразу же решаются. Скандалы и ссоры по какому бы то ни было поводу резко запрещены. Такое правило продиктовано необходимостью мирного соседства на маленькой территории. Что интересно, языки этих народов не имеют ругательных слов. При таком образе жизни преступления среди местного населения практически отсутствуют. Но если же уж так получилось, что произошло убийство, что крайне редкая ситуация, это требует ответных мер по закону кровной мести. Человека, совершившего это деяние, должен лишить жизни родственник убитого. Когда отомщение исполнено, родственника ставят в известность. Мужицкая половина населения в основном занимается добычей пищи. Женская же домашним хозяйством. И в редких случаях, если женщина опять же сама того пожелает, она тоже имеет право стать охотницей. Но такое случается нечасто. Каждый мужчина в работоспособном возрасте должен охотиться и заниматься рыболовством до тех пор, пока его не покинут силы. Он обязан приучать к этому сыновей с самого детства. Работоспособный возраст это с рождения, если что. Мужчины часто охотятся организованно, поэтому между ними должны быть дружелюбные отношения. В связи с этим споров из-за добычи не бывает. Если два охотника одновременно вот так вот раз и заграпунили тюлени или дичь, мясо делят пополам. На китов охотятся совместно. И они изначально считаются общей добычей. В одиночку ты кита захреначить не сможешь. Двумя основными видами деятельности этого северного народа является, как вы уже поняли, охота и рыболовство. И морской промысел. Ловля моржей и тюленей. Племена, живущие в Канаде и на Камчатке, охотятся на оленей, пиццов и других зверев. С приходом цивилизации в Гренландию и образованием там городов, многие эскимосы стали наемными рабочими. Они устраиваются на рыболовные суда и занимаются тем же самым делом, только теперь получая зарплату. Охотники делают специальные защитные костюмы для охоты на диких зверев, которые можно сравнить с бронежилетами или рыцарскими доспехами. Ну, весьма условно. Тонкие пластинки из маршовых бивней соединяют друг с другом кожаными шнурками. Броня распределяется на теле таким образом, чтобы защитить жизненно важные органы. Она легкая и не стесняет движений. Тюлени имеют очень важное значение для эскимосов, так как их мясо составляет большую часть меню. На некоторые виды этих животных охотятся круглый год. Появление белолюдов сильно повлияло на жизнь северных народов. Это коснулось и религиозных верований. Поэтому некоторые племена сейчас исповедуют христианство различное. Но это следствие вмешательства цивилизации. Основной религией эскимосских племен является анимизм. Это вера в духов, которые могут или помочь, или навредить человеку. Поэтому им нужно поклоняться, приносить дары разнообразные. Природа считается одушевленной, а всем животным приписывается существование души. Всем миром правит создатель некий, в подчинении которого находятся различные божества. Например, самое главное среди них богиня морских владений и животных, а также богиня смерти, Седна. В каждом поселении есть свой шаман. Это человек, обладающий даром проникать в мир духов. Он осуществляет посредничество между людьми и богами. Шаман проводит ритуалы с целью задобрить духов. Рассказывает смертным о всяких там различных планах богов. Также они являются народными лекарями, ну так, чуть-чуть. В трудных ситуациях у них спрашивают совета. Просят разрешить спор. Религия обязывает людев относиться к животным с уважением. Убивать их можно только для еды. И никогда ради праздного развлечения. Вот тут они действительно молодцы. С редиским оса входит легенда, что они... Как-то там вот что-то у них получилось. И они такие хоба! И договорились с Эдной о том, что будут уничтожать моржей и тюленей только для пропитания. С целью выживания рода. Богиня немножечко пораздумала и повелела морским животным жертвовать собой для того, чтобы они после смерти становились частью человеческого организма. И тем самым продолжали людской род. Для этого она дала морским зверям способность создавать потомство. Некоторые особенности жизни скемосов не совсем понятны белым людям. Обмен женами на время является обычной практикой у представителей этой национальности. Бывают ситуации, когда женщина должна сопровождать мужа в поездке. Готовить ему еду там и прочее. Но по состоянию здоровья или по другим причинам ей впадло это делать. Тогда предприимчивый арктический мужчина одалживает жену у другого поселенца. После выполнения запланированного дела, женщина возвращается к своему прежнему мужу. По меркам цивилизованного люди, дома у эскимосов очень необычные. Во-первых, у них два вида жилищ. Летние и зимние. Летние имеют вид чума или шатра. Конструкция крайне проста. И с момента культуры, упомянутых выше, сакактам и прочее никак не изменилось. Зачем менять то, что уже хорошо? Действительно. В общем, несколько длинных шестов скрепляют вверху, а их концы упираются в землю, образовывая окружность. Затем их покрывают оленьими шкурами, сшитыми между собой в большие полотнища. С одной стороны шкуры отодвигают, образовывая проход. В общем, все просто. А вот зимние дома имеют разное устройство. В зависимости от региона проживания племен. Соответственно, где холоднее, там и жилье потеплее. В Гренландии это традиционные снежные постройки, называемые иглу. Это вы, наверное, все-таки все знаете. Также жилища делают из камней и дерева. Ну или это обычные утепленные каркасные, вроде это называется, домики. Посмотрите на столицу Гренландии, город Нук. Как можно догадаться? Большинство домов здесь, ну, такие обычные, типа стандартные для нас, по виду. Эскимосы, живущие на Чукотке, строят дома из досок, земли, костей. Вход в них очень узкий и располагается низко, чтоб не поддувало. Длинный коридор приходит в большую комнату, в которой и живут несколько семей. Гренландские эскимосы строят иглу из снега и льда. Сначала из снежной массы лепят прямоукольные блоки примерно до полуметра в длину. Размечают круг желаемого диаметра. И укладывают по окружности снежные параллелепипеды. К центру блоки немного наклоняют, чтобы образовался конус. На вершине их скругляют, формируя купол. Самый верх иглу не закрывают, оставляя отверстие для выхода дыма. В самом центре дома располагается очаг. Круглое помещение делится на части, каждую из которых занимает одна семья. Там нет никакой мебели. А зачем? Только лежанка для сна. Рядом стоит лампа. В среднем диаметр дома составляет 3-4 метра. В нем проживают 10-12 человек. Иногда делают иглу диаметром 15-20 метров для 8-10 семей. Между жилищами прокладывают тоннели для того, чтобы переходить из одного в другое, не попадая на суровый арктический мороз. Предметов быта у эскиносов очень мало. Они не накапливают имущество. А зачем? Это, так сказать, оседлые кочевники. Племена, которые живут некоторое время на одном месте, а затем снимаются и переезжают на другое. Шатры они перевозят на санях вместе с утварью всякой. Запасаются эти люди только самым главным – пищей. При этом самые богатые семьи не заготавливают провян более чем на год. Шатры, сани, лодки, собачьи упряжки, посуда считаются общим имуществом всех семей, которые проживают в одном жилище. У многих, а особенно у моего товарища Деметра. Я знаю, ты смотришь этот видос. Наверное, все это время висел в голове вопросик. А как эскимосы на крайнем севере-то моются? А вот действительно, вопрос интересный. Ответ таков. Эскимосы не моются. Холод экстремальный. Они намазывают тело тюленьким или медвежьим жиром, а лицо натирают рыбьим. Это помогает противостоять морозу, уменьшает возможность обморожения кожи. Представители племен, проживающие в Европе и Америке, моются, ну, примерно там, раз в год в летнее время. В отличие от других не очень больших народов, эскимосы не вымирают. Их как было в эпоху пирамид 170 тысяч, так их сейчас и есть такое же количество. Ну ладно, это, конечно, я утрирую, так сказать, но глобально ничего у этого народа не меняется. Они как были, так они и будут на крайнем севере всегда. Да, сейчас у них есть все для хорошей жизни и неизменчивой жизни. Даже автономию в Гриландии им дали от Дании. И в Канаде у них есть Нунавуд. В общем, все у них замечатель, но не нужно к ним лезть. Субтитры создавал DimaTorzok